Вот уже 10 лет вторая декада марта для нашей страны ознаменована знаковым праздничным событием. В день воссоединения Крыма с Россией на Огарёв-арене раскинулись сразу несколько интересных площадок. Первое, что привлекает и знакомит гостей с флорой и фауной полуострова, выставка работ художника Сергея Литкова «Крымская весна». Именно у этой экспозиции дали старт всей акции. Крым и люди, которые там живут, это очень хорошие, позитивные и добрые люди. Наши граждане, граждане Российской Федерации. Не только увидеть, но и запечатлеть свое видение. Еще одна небольшая выставка работ, посвященных Крыму, и сам процесс создания полотен в холле Огарёв-арене представили студенты Института национальной культуры. Моя работа выполнена в технике гуашью, то есть мазок. Нашла просто фотографию из интернета, нашла отвлек она в моем сердце, поэтому так понравилось, решила отобразить более детально. Любители творить своими руками смогли найти для себя что-то интересное и на другой интерактивной площадке. Здесь гости изготавливали оригами и собирали пазлы. Неподалеку от прикладных площадок прошел поэтический флешмоб «Крым-Россия». Уже который год весна меня встречает, даря мне радость, нежность, восхищение. Весна, деревья вновь благоухают, и я вдыхаю новое рождение. Прикрылись горы буйным многоцветием, весна в Крыму, как изумрудный рай. Цветет земля, не годы, а столетия, и шепчет мне, живи, не умирай. Также в холле Огарев-арены все желающие смогли сделать памятные снимки в фотозоне, посвященной Крыму. Эта локация пользовалась популярностью, ведь полуостров знаком и любим россиянами. Его возвращение стало знаковым и долгожданным событием современной истории страны. Дарья Боронина, Александр Овчинников, Народные новости. Субтитры создавал DimaTorzok